привет друзья сегодня поговорим с вами о излишней прозрачности нашего автомобиля что я имею ввиду у нас есть огромный багажник мы в нем перевозим различные вещи и люди у нас знаете какие всем же интересно заглянуть а что ты там везешь на автомобиле peugeot traveler и его аналогах от toyota citroen и opel на задних боковых стеклах присутствует достаточно темная заводская тонировка эта опция особенно актуальна для багажника так как позволяет скрыть от посторонних глаз предметы которые мы перевозим небрежно оставленные в машине какой-то инструмент или ценные личные вещи могут привести к тому что утром выйдя к автомобилю вы обнаружите просто разбитое стекло и все бы хорошо но проблема в том что у нашего микроавтобуса заводская тонировка по кругу имеет не одинаковый процент затемнения стекло задней двери заметно прозрачнее чем боковые окна и это само собой влечет вышеуказанные риски обычно заднее стекло peugeot traveler кажется достаточно темным но в хороший день под яркими солнечными лучами вдруг неожиданно оказывается что все содержимое вашего багажника видно как на витрине магазина казалось бы решить эту проблему очень просто достаточно дополнительно затонировать заднее стекло но тут есть одна тонкость о которой вам сейчас расскажу для этого мы сделаем небольшое отступление речь идет о камере заднего вида традиционно владельцы легковых автомобилей устанавливают такую камеру над номерным знаком и наверное в машинах типа седан это самое оптимальное место случае с нашим большим автомобилем с вертикальной задней дверью гораздо практичнее установить камеру не внизу в верхней части как это иногда делает водитель больших экскурсионных автобусов и у такого размещения есть определенные преимущества что видит камера которая расположена так низко бампер дорогу несомненно это очень удобно когда вы паркуетесь задним ходом но при маневрировании на длительной дистанции например когда вы выезжаете со двора камера установленная наверху видит больше а соответственно помогает вам лучше оценить обстановку вокруг автомобиля но дело даже не в этом камеры которая расположена так низко очень сильно пачкается особенно в зимнее время года поэтому водителю который хочет выполнить задний маневр сначала нужно выйти из тряпочки ее протереть это очень неудобно поэтому некоторые производители стали предлагать омыватель и даже механизм который убирает камеру в недра автомобиля но согласитесь это очень усложняет конструкцию а значит снижает ее надежность я неоднократно встречал у людей случаи когда камера расположенная над номерным знаком выходила из строя потому что она все время находится в воде и в грязи в итоге я пришел к выводу что устанавливать камеру заднего вида в Peugeot Traveler лучше наверху изнутри салона за стеклом тем более что заводская слабая томировка для нас оказывается только преимуществом камера хорошо видит сквозь нее не только днем но и в вечернее время суток расположив ее здесь мы убиваем сразу трех зайцев во-первых сверху у нее отличный обзор на дорогу во-вторых она здесь висит в сухости в тепле никакие погодные условия на нее не воздействует она и в общем никогда не сломается и в третьих она не пачкается ее не надо выходить протирать если испачкалось стекло я просто включаю заднюю щетку и через секунду у меня опять чистый обзор за счет того что камера висит высоко и у нее прекрасный широкоугольный объектив она меня стала очень хорошо выручать при маневрировании задним ходом например в ситуации когда я выезжаю из-за здания или из-за припаркованных автомобилей я высовываю за угла только малую часть автомобиля и несмотря на то что с позиции водителя мне ничего не видно камера мне уже показывает всю ситуацию на дороге я вижу несется здесь кто-то или никого нету и уже принимаю решение о дальнейшем маневре и теперь возвращаясь к основной теме нашего ролика как скрыть содержимое багажника от посторонних глаз получается что из-за камеры мы не можем использовать тонировку если мы это сделаем то камера перестанет видеть окружающий мир получается в нашем случае подходит только шторки а какие тут что могут быть варианты тонировка с вырезом под камеру но камера широкоугольная тут будет не кружочек это должен быть огромный такой прозрачный треугольник как бы совсем не комильфо получается тонировка точно отпадает это должна быть только шторка обычно в микроавтобусах устанавливают шторки турецкого производства которые крепятся на специальные ровные рельсы вот так у меня было сделано в моем предыдущем автомобиле volkswagen caravella но в peugeot traveler и его аналогах установка задней шторки не такая уж и простая задача заднее стекло не прямоугольной формы а имеет сложную геометрию с выштамповкой под щетку когда смотришь на эту конструкцию становится совершенно непонятно как же сюда закрепить эту штору даже если была бы выгнутая такая рельса специальная и соответствующая штора тоже не прямоугольной формы мне кажется все равно ровно бы все это не висело в итоге я долго думал как же закрепить здесь штору очевидно классическое решение это турецкие рельсы для штор здесь явно не подходит вот из-за этой сложной формы что еще может быть натянуть по старинке леску но чтобы это сделать надо вкручиваться в металл а здесь в общем-то один пластик если взять турецкую рельсу и закрепить ее сюда боком но мне как-то интуитивно не нравится это решение кроме того явно будут сложности вот с этим плавным переходом с плавным углом забегая вперед я хочу сказать что мне все-таки удалось найти изящное и надежное решение как сделать такую штору и сегодня я вам об этом расскажу и так как вы поняли штору и крепеж для нее мы будем изготавливать сами ближайшем магазине я приобрел ткань blackout и комплекты металлических клепок 15 миллиметров каждая клепка состоит из четырех частей одна из которых нам не нужно для запрессовки кнопок я использую самый бюджетный вариант это специальные щипцы и также нам понадобится пробойник для ткани 4 миллиметра первым делом мы создаем выкройку ткани причем ширина полотна почти в два раза больше чем реальное окно для создания хорошей красивой драпировки края ткани подшиваются и подгибаются после чего мы переходим к установке кнопок тут вероятно надо пояснить вообще всю систему конструкции ткань мы будем устанавливать на кнопки но эти кнопки будут зашиваться внутрь ткани и по сути их не будет видно у шторы получается две стороны одна чистенькая лицевая и обратная со швами вы сами можете определить какая сторона для вас более важна чтобы аккуратно что рассмотрелась на улицу или чтобы она аккуратно смотрелась внутри машины в зависимости от выбранного решения соответствующим образом и устанавливается кнопки замком на тыльную сторону или на лицевую вот вариант установки кнопок когда лицевая сторона шторы обращена на улицу заранее пробитые отверстия мы устанавливаем наши кнопки для укрепления их фиксации я использую вдвое сложенную подкладочную ткань это дополнительно усиливает места крепления и поможет не повредить штору когда я и буду отстегивать ну вот и все далее подворот шторы прострачивается швейной машиной и наши кнопки становятся потайными выбирая из двух вариантов я решил оставить себе штору у которой лицевая сторона обращена внутрь автомобиля а тыльная наружу но за счет того что стекло слабо тонировано тыльной стороны ткани не будет видно теперь по поводу крепления к обшивке ответную часть кнопки мы устанавливаем на шурупы дело в том что под пластиковой обшивкой двери может находиться проводка механизмы и другие важные компоненты автомобиля чтобы мне их не повредить я решил использовать максимально короткие шурупы равные толщине пластика оказалось что в российских магазинах просто катастрофически бедный выбор шурупов и найти нужных размеров мне просто не удалось если кто знает хороший магазин пожалуйста подскажите в комментариях мне же пришлось необходимые шурупы заказывать прямо из китая ссылку я дам в описании ну вот и все монтаж закончен работа заняла буквально 15 минут то есть как вы понимаете подготовка к этого монтажу длилась гораздо дольше чем сама установка может показаться чуть-чуть странным как это выглядит да блестит металл наклепках похоже на куртку любителя музыки хэви метал но на самом деле как вы понимаете все это великолепие скроется материалом шторы и будет выглядеть очень уютно наверное у такого типа крепления даже появились определенные преимущества например складка шторы идет с математической точностью а вот у турецких штор которые висят на рельсах они бывают смещаются то влево то вправо кучкуются и выглядит неаккуратно здесь же четко выверенное расстояние всегда выглядит аккуратно ну и второе это демонтаж снять штору здесь можно полностью буквально за одну минуту если по какой-то причине вы вдруг решили полностью отказаться от шторы в этом нет никакой проблемы потому что винтики у нас смотрите очень маленькие прям крохотные то есть когда мы снимем клепки у нас останется останутся маленькие дырочки такие можно взять двухкомпонентную черную эпоксидную смолу продаются сейчас везде во всех магазинах такой знаете как пластилин его разминаешь и он потом со временем твердеет берем черный вот такой пластилин и каждую дырочку так вот чпок чпок вот так вот замазываем и все и в принципе не останется никаких следов в итоге с помощью этой шторки мне удалось решить сразу две задачи камера видит сквозь стекло и при этом окно заднее стало полностью непрозрачным как говорится и овцы целые и волки сыты теперь никто не смотрит мне в затылок не слепить дальним светом и не заглядывает в багажник на этом мой ролик подошел концу если вам он понравился ставьте лайки мне будет приятно всем пока